145 коров на ферме села Гришковка немецкого национального района обслуживают всего два робота. Руководство предприятия было вынуждено пойти на модернизацию из-за кадрового дефицита. Старое поколение доярок вышло на пенсию, а молодежь им на смену не пришла. В итоге новое оборудование заменило пять человек. Работники заметно разгрузились. Кроме того, руководство заметило улучшение качества продукции по нескольким параметрам. Если корова чем-то больна, если у нее так называемый мастит, это робот сразу определяет, и это молоко он скачивает отдельно, не в общий танк. И вот этим как раз и улучшается качество молока. Роботы и все сопутствующее оборудование, стойла, аппаратного заудаления, массажеры, молокопровод и другое обошлись предприятию почти в 40 миллионов рублей. Уже через неделю хозяйство получило компенсацию из кровавого бюджета 40% от общей суммы. За механическими рабочими наблюдает ответственный бригадир. Сам процесс предельно автоматизирован. Молоко от коров централизовано идет по этим молокопроводам. В этот танк охладитель молока. Объемом он на 4 тонны, нам на сутки его вполне хватает. Один раз в сутки молоковоз подходит, скачиваем молоко и все, на этом вопрос закрыт. Сам себя, система сама себя промывает, человеческого фактора вмешательства никакого нет. Молоко скачали, он на полчаса, роботы остановились, система промылась, работаем дальше. С новым оборудованием на ферме работают около 4 месяцев. Животные не сразу к нему привыкли. Некоторых коров приходилось тянуть в аппарат на веревке, других даже заносить на руках. Но уже через пару дней животные начали приходить на доение сами. В процессе им дают концентрированный корм, что также заманивает корову. Когда корова захочет подоиться, она заходит в специальные ворота и выстраивается в очередь. На ушке у каждой закреплен специальный чип, который считывает робот. Если дается еще рано, он выпустит ее, и корова будет ждать своего часа. У каждого животного формирование молока происходит индивидуально. В зависимости от стати и лактации коровы дают разное количество молока. И дается им нужно чаще. В программе робота все эти условия учитываются. В ней также фиксируются показатели объема и скорости молокоотдачи. На ферме добровольного доения коровы ведут размеренную жизнь. Когда хотят, лежат, едят или ходят к массажеру. Некоторые из них идут на дойку неохотно. Их приходится подгонять. Есть животные, которые ленивые, например, они не хотят вовремя приходить. Они у нас уже идут в красный цвет, то есть должницы мы их так называем. Поэтому тут нельзя допускать этих должниц, потому что для физиологии это ей уже плохо. Всего в хозяйстве 1200 дойных коров. В конце года руководство сравнит показатели этой фермы с другими системами доения. Ожидается, что продуктивность фермы добровольного доения будет выше, чем в остальных. Юлия Шеламова, Денис Кузьменко. Новости.